Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 интеллекту человека от того, как он воспитан, то есть я знаю людей, которые в моем возрасте ничем-то вдохновляются, из интернета начинают что-то изучать, и я знаю большее количество людей, которые просто рисуют, такие классно было бы так, или же стараются просто следовать этим трендам бессмысленно, без добавления какого-то индивидуализма своего к этому. Давай так спрошу, есть ли у тебя какие-то знакомые, которые, например, тобой же вдохновились и что-то такое сделали, то есть тоже как-то чуть-чуть отошли от протоленной дорожки? Ну есть такие, да, они как бы не полностью еще отошли, но они как минимум начали смотреть по-другому, да, и начали делать что-то новое для себя же, и я считаю, что это очень, ну, как бы классно. Какой-нибудь примерчик? Ну, ни один знакомый с парашютом, наверное, решился все-таки прыгнуть. Ну, как бы он хотел, но типа он такой, блин, а там есть ли то, есть ли это, я такой, типа, ну, блин, ты либо делаешь, либо нет, чего рассуждать. Угу. Типа, либо ты приземлишься, либо ты умрешь. Тут как бы немного вариантов. Почему? Ну, типа, ну, ладно, да. Хорошо, тогда если говорить про воспитание, вот тебя родители как воспитывали, то есть какие ценности тебя с детства прививали? Ну, я вырос на музыке Владимира Юрьевича Высоцкого, на «Машине времени», да, на книгах, типа, как мальчик со шпагой, к сожалению, не помню автора, как типа Джека Лондона, да, где ценности, как бы личная целостность и правдивость человека, его честь, ну, типа, стоят гораздо превыше, чем даже его жизнь и его, типа, да, какие-то там мелочные взгляды. И мне кажется, что, типа, оптимально, когда ты добрый человек, да, ты готов помогать, и ты помогаешь по своей возможности, но помощь, которую ты оказываешь, никак не, ну, типа, никак не мешает и не идет в разрез тому, что, ну, типа, твоя основная цель. То есть, это примерно так. Ну, как бы, я всегда считаю, что я не могу назвать себя интеллигентом, но... Почему? Мне кажется, человек интеллигент должен быть гораздо более начительный, более знать больше всего в разных сферах, чем я знаю. Для меня интеллигент – это не просто человек... Ну, скажите, начительность – это, скорее, эрудированность, нежели интеллигенция. Ну, интеллигентность – это умение вести себя в обществе, соответственно, своему высокому классу интеллектуального, социального и физического развития. Но, к сожалению, мой юношеский максимализм мне всегда не позволяет вести себя, соответственно, социальному, да, механизму общества. Поэтому я не могу себя называть интеллигентным человеком. Как у тебя обстоят дела с девчонками? Ну, как и любому, наверное, молодому человеку, мне интересны девушки, я с ней постоянно общаюсь, да, но просто... У меня уже было три случая, когда, типа, у нас будут, ну, взаимные... Я не могу назвать это любовью, назовем это симпатии, да, с девушками, вот. Но, к сожалению, из-за того, что я постоянно путешествую, у меня никогда нет рядом, они, типа, такие, ой, все, мы не можем так, типа, это слишком тяжело. Вот. Поэтому, типа, пока... Ну, типа, я всегда общаюсь с девушками, это интересно, и, ну, по физиологической, да, части жизни. Вот. Но, тем не менее, мне при этом... Это, ну, не главная вещь, она не сводит мне, типа, с ума, как, не знаю, что-то там такого. Вот, да, типа, обратно думать. Пока что больше все идет направлено на спорт и на свое развитие как человека. Где ты знакомишься с девушками? Короче, когда, как бывает, ну, я, типа, просто летишь в самолете, да, и, типа, там, какой-то девушке надо помочь, или, типа, просто на лайнапе в городе моем, мне, да, в инстаграме пишут, да, то есть, ну, это, как у всех людей это везде бывает. То есть, встретить человека, это легко. Просто, типа, для меня есть девушки, как бы, которые красивые, да, умные, и с которыми я бы хотел встречаться, но я никогда не буду это делать, потому что потерять этого человека как друга, гораздо, типа, ну, болезненнее будет, чем просто не встречаться с ней. Хорошо, а ты считаешь, что всегда, как бы, что дружба невозможна, возможно только до, но не после каких-то там шевур? Ну, с моим менталитетом нет, я не смогу. Значит, сколько ты, сколько лет ты уже участвуешь в соревнованиях? С 2011 года. Семь? Да. А какие были первые? А, даже раньше, в 2012 году, с 2010. Значит, ты учился, сказал, в 9-ом году только начал. Вот, в 10-ом у меня были первые соревнования. А что это были за соревнования? Да какие-то, вообще, маленькие, локальные соревнования в шевурке. Ну, типа, просто, да, в которых я взял две волны, проехал прямо и все. Да, типа, там ребята круто катались, а я вот, ну, типа, у меня был первый такой экспириенс. Потом, ну, уже серьезные соревнования, которые были, типа, интересные. Это были в 2011 году на Бали, российская федерация серфинга и серф-школы проводили здесь этап чемпионата Кубка России. И там были, ну, детская дисциплина. А там были, типа, мои первые такие уже серьезные соревнования, после выступлений, в которых меня позвали поучаствовать в King of the Grom. Все равно их несили там же в культе. Которые я, кстати, ну, к моему сожалению, к счастью, проиграл. Да, но благо я из каждого поражения выносил какую-то, ну, часть чего-то, что мне надо знать. Ну, то есть получается, если ты в первых соревнованиях участвовал буквально, там, через год после того, как ты вообще начал кататься, то есть какая у тебя внутренняя мотивация, почему тебе хотелось именно в соревнованиях участвовать? Да неинтересно просто кататься. Вообще? Ну, вот даже сейчас, если я катаюсь без тренера просто, да, то мне хватает на день-два. Ну, или, типа, это должна быть либо очень крутая волна, на которой я могу учить новые трюки, которые, типа, мне будут просто, ну, придется переступать через себя постоянно. Либо день-два-три и все, типа, я катаюсь, я все делаю круто, но я, типа, не чувствую того, что, типа, я улучшаюсь или что-то такого. Да, когда, типа, я катаюсь с тренером или в соревнованиях, то это постоянно ажиотаж, это постоянно борьба, это постоянно, типа, ну, вот, даже когда ты просто, теперь я уже катаюсь, сейчас этот год начался, я уже не просто катаюсь, я постоянно обдумываю хиты в голове, когда сижу, так, а если бы у меня было столько очков, а если бы вот такая ситуация, что бы я сделала, а если вот на это волне вот так попробовать, сколько бы мне дали очков и так далее. То есть, типа, постоянно такой, ну, как машинка в голове, которая такая, соревнования, соревнования, соревнования. А в соревнованиях просто интересно, сможешь ли ты превзойти себя или нет. Сможешь ли ты подняться над собой, да, заставить себе перестать нервничать, волноваться, сделать то, что ты хорошо умеешь делать. И тем самым, типа, выиграть у всех основных тоже. Потому что нет смысла, типа, соревноваться с кем-то гавайцем, который катается с 10 лет, да, если я не могу совладать с собой. Как только я, ну, более-менее, что совладать с собой, то мне уже, ну, мне без разницы, кто передо мной гладит, да, будь он хоть переслэйтером. Я буду, типа, с ним бороться, ну, пока они, если есть, да, может быть, я не выиграю, типа, я ему, ну, не сдам ни миллиметра своей волны, ничего такого, просто, типа, ну, на зубах буду держаться. То есть просто свой максимум проявить. Да. А просто, вот, просто удовольствие от сирфинга? Ну, оно бывает, но просто с тем, сколько времени и мыслей у него ходят на соревнования, как бы, ну, оно всплывает, но не так часто, как хотелось бы. Потому что, типа, я катаюсь, думаю, так, вот здесь неправильно сделал, вот здесь надо было присесть, да. И у нас бывают, типа, ну, такие моменты, как, типа, уезжаешь на Сумбаву и просто катаешься на волнах без никого, и думаешь, блин, как классно. В этом году ты первый раз поедешь соревноваться со взрослыми, то есть во взрослую риму. Второй раз уже, а первый раз гендул? В том году, во Франции. А ты уже, а как тебя взяли туда, если тебе не было в семнадцати? Ну, они просто позвали меня в семнадцатом году, такие, типа, ну, как молодежь, мы тебя приглашаем, мыслей, я такой, ну, я с удовольствием за такие вещи всегда. А в этом году я приехал на сборы, чтобы просто потренироваться с ребятами, но по решению трейлерского коллектива, они, как бы, такие, мы берем его. Да, типа, сюрпраиз. Как, что ты думаешь по поводу перехода из юношеской во взрослую? Я думаю, что у взрослой будет чуть-чуть сложнее, потому что там будет меньше людей, которые, да, типа, у которых меньше опыта, чем у меня, но при этом это, как бы, знаете, тебя поджигает так, что, типа, там многие старшие, у них больше опыта, они, типа, лучше катаются, да, и поэтому у тебя такое прям желание победить их всех, типа, такой, ну, пройти, это как бы, как кураж такой появляется. Так, как когда-то в юниорских, да, участвующих, там, да, где-то просто, ну, в взрослых сценариях будет больше интерес, потому что, типа, и Павел Баттлы будут, да, и Война за приоритет, и Майангеймс будет, да. Что такое Павел Баттл? Когда ты борешься за свой, за приоритет с человеком, когда вы, типа, глубоко проехали волну, оказались в одном месте, и чтобы иметь право взять любую следующую волну, вы, типа, с ним плывете кто быстрее, да, потому что, ну, в детских сценариях это, наверное, не имеет смысла, там, какой-нибудь огромный гавайец против маленького Новой Зеландца, или что-то такое, ну, как бы, ну, никому не интересно это смотреть, так как здесь это будет, ну, очень интересно. Майангеймс, ну, это когда ты каким-либо образом, либо настраиваешь себя, да, либо как-то мешаешь своему оппоненту, вот, Майангеймс это то, в чем очень хороший колеслайпер, он знает, как и что сказать человеку, или когда-то, типа, надавить на человека. Просто сказать, то есть, ну, на Анапе, грубо говоря, это с человеком, и что ты ему говоришь, и у него такой, типа, вот, типа, вот, вы идете в воду, но на Анапе я не терплю разговоров про верность умнований, ну, типа, там, поздравить человека всегда, но какие-то еще дополнительные разговоры, я, типа, никогда о них не отвечаю, типа, зло по-русски смотрю, вот так вот. Да, ты думаешь, что это плохая районка? Ну, типа, да. Я, кстати, на 70-ти вусти, типа, говорю, you would like to see a Russian smile, я говорю, yeah, 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 that's funny, вот так вот, вот, да, то есть, он, например, у них был финал с Энди Айронсом, да, у которого были очень плохие отношения, он подошел, обнял его, такой, типа, я хочу знать, что-то, типа, я люблю тебя, как брата, и просто все, и для вас такой, что, ну, и все, типа, рассыпался, да, и, ну, это часть... А, ну, вообще, психология, да. Это, типа, эта часть сешника, которая всегда будет, и которая, типа, очень интересна, и, типа, греха не использовать. А ты используешь такую тактику? А что ты делаешь? Короче, есть несколько вариантов разных, да, если это... У меня была история на Барбадосе, у меня есть парень, к которому, типа, мы постоянно попадаем соревнования, и, типа, у нас восемь соревнований было с ним, и я веду пять, пять выиграл яблоки, только в три он у меня. Это был, типа, его домашний спот, он уже раскатался очень круто, и он, типа, ну, на понтах вышел, я, типа, обнимаю, ну, типа, прям обнимаю, говорю, типа, такой, ну, че, удачи тебе, там, надеюсь, тебе повезет в этот раз с волнами. И он, такой, в этот раз с волнами, что, о чем он говорит, о чем этот русский говорит? И, как бы, все, потом, типа, ну, уже начали выплывать, когда ему, типа, говорю, такой, просто, знаешь, что, типа, ты мне, прям, как брат-чувак, и все, типа, и ушел. Короче, ты повторил за Гелис Лейтером. И он, просто, он рассыпался, он, типа, взял пять волн, все эти были, там, на один, на один с половиной, а с другим человеком, он, просто, типа, шел к нему и говорит, типа, мы катались, и он, ну, типа, не очень корректно себя провел, просто серфинг ко мне, и я, типа, ну, все, сучка, ты напросился. Вот, подхожу к нему и говорю, типа, такой, hello, my name is Nikita, it's nice to be you, oh, I mean meet you. И все, типа, и чувак такой, что, он хотел сказать, что? А ты, а ты, я просто, уже где-то там на лайнапе сижу, он, типа, что? И, ну, как бы, люди сыпятся, потому что это, ты представляешь страну, представляешь спонсоров, да, представляешь себя, и, ну, это большое достаточно давление, неважно, какая у тебя страна, да, ну, серфовый, несерфовый иметь в виду. И, когда, типа, на тебя еще что-то вываливают, чего-то не ожидал, то это всегда в два раза тяжелее. Блин, это очень интересно. А бывали ли у тебя ситуации наоборот, когда с тобой кто-то что-то такое проделал, и ты потом, блин, это была вот эта психологическая игра? Нет, я всегда хожу, типа, в наушники. А вот почему? Не потому что они у тебя спонсоры, а потому что это помогает? Ну, это реально помогает, как бы, они у меня звуконепроницаемые, я просто включаю музыку, и, типа, иду до воды, у воды разминаю, все делаю, да, говорю, снимаю и говорю свою mindgame, одеваю их обратно, подхожу к тренеру, снимаю один наушник, слушаю, что он мне скажет, отдыхаю, отдыхаю, отдаю ему наушники, и просто никого не слушаю, и говорю, вон. Угу. То есть ты, мне кажется, таким образом поддерживаешь стереотип такого буки русского, такого... Ну, что, после того я, типа, добр с ними общаюсь, улыбаюсь, говорю, спасибо за участие, да, то есть, типа, ты классно вкатался. Поэтому у меня есть еще одна тактика, отключаясь со всей этой психиатрой, да? Да-да-да. Ты же по-русски говоришь, если никто не переведет это видео, то никто из твоих потенциальных соперников ничего не поймет. Ну, ладно. А ты катаешься до соревнований, там, за 5-6 дней до соревнований, ты 2-3 дня катаешься на соревнованиях, заявляешь о себе, а потом просто исчезаешь с него, и, типа, катаешься на соседних спотах, чтобы тебя желательно никто не видел в воде, да, ну, из твоих потенциальных соперников. И если это уровень веса, где тебя уже знают, то все начнут задаться вопросом отдела, да, и потом ты, типа, тихо выходишь на пляжку, там, до соревнований смотришь, волну и уходишь к себе обратно. И потом появляешься, типа, в момент перед своим хитром. И это во многом, типа, ну, это сложно произвести и по времени, потому что очень часто надо смотреть за вами и так далее, но если такое получается, то, типа, очень крутой эффект на соперника, типа, откуда он тут взялся, типа, он не знает спорта. Да, типа, весь опыт все в том, что ты, типа, ты либо пугаешься, что ты хорошо катаешься, либо ты говоришь, ой, да я плохо катаюсь, а потом хорошо катаешься. Ага. Вот, типа, вот это мои, типа, основные стратегии. Ну, или ты просто идешь и катаешься офигенно. Какой твой любимый? Когда у тебя есть шанс, типа, вылететь в первом раунде, потом вернуться, ну, есть такие соревнования. Типа, дабл иллюминающие? Типа, что я предпочитаю, типа, ну, типа, поиграть, показать плохой, ну, типа, плохую катку. Чтобы расслабились опять. Да, чтобы все, типа, расслабились, посмотрели, что мне маленькие очки, а потом просто начать фигачить. И первые два-три хита все-таки, да ему повезло, да, ну, в сфере не бывает, а потом, типа, уже начинает задумываться. Я не буду спрашивать, есть ли вы, потому что наверняка у тебя есть какие-то кумиры в серфинге. То есть расскажи о том, кем ты вдохновляешься, с кем тебе хотелось бы, например, покататься, если бы ты в идеале мог выбрать любого человека и покататься с ним вместе. Я уже давно понял, что ставить себя кумиром в серфинге, это бессмысленно, ну, вот, типа, даже слегка от человека. Потому что, ну, пятилетний опыт наблюдения участия на это покажет, что в один день ты с ним, скорее всего, встретишься. И тогда у тебя начнутся большие проблемы. Потому что покататься против того, по кому ты учился, как кататься, это, ну, тяжело, морально, физически, да? Поэтому я не ставлю себе каких-то кумиров, я просто беру от разных серфинг, то, что мне нравится. Например, от Мэйса Нахо его постоянно, типа, веселье. От Кейли Слейтера его соревновательный, типа, дух. От Мик Фейнга его расписание и тренировки. От Эйтан Юлингена его, типа, стиль очень плавный, при этом очень быстрый. От Раи Калинана всякий эйр и бэксайд. И Тала Феррера серфинг в бэксайде. Потом Клэй Марза... Ахутизм! И его лейбайки очень крутые и трубы. И вот так вот, ото всех, по чуть-чуть я, типа, набираюсь того, что мне нравится. Вот так. Насколько отличается серфинг во время соревнований и во время того, как ты снимаешься? То есть, когда тебя снимают? Это на серфинге съемки выматывают гораздо больше всего остального. Потому что, когда ты снимаешься постоянно, типа, всю неделю ты снимаешься, и тебя снимают именно с воды, это очень сложно. Потому что тебе надо подстроиться под фотографа и делать трюки рядом с фотографом. Очень важно, чтобы вы с ним понимали друг друга, он знал твой уровень, ты знал, что он может сделать, да? И это реально работа, которую приходится выполнять. Это не так, что ты вышел, покатался, тебя отфоткали, и тебя все счастливы. Такое бывает только с фотографами с берега или с дронами. Все остальное, с воды, даже с лодки, это тяжелая работа, тебе надо все посчитать, что, типа, вот он здесь, но я здесь сделаю такой-то поворот, что он заснимет это с этого ракурса, потом я заеду в трубу, он снимет это сзади и так далее. И, как бы, особенно когда это юный спот, как у вату какой-нибудь, когда ты там снимаешься, тяжело у меня бывает. Самое сложное, это когда, блядь, выплывают девушки на воду, это такой пиздец. Почему? Ну, потому что, типа, там, забирать волну или дропать парня или снэка, типа, или бороться с ним за волну, ну, это, типа, окей. А, типа, когда это девушка, ты же не будешь, типа, с девушкой бороться за волну, типа, ну, это бред. Почему? Ну, я не могу так, мне кажется, типа, ну, как минимум, девушке, ну, хотя бы уступить волну, потому что она так, типа, сидит сто злых парней, типа, а я еще, типа, с ними соревноваться. И это меня жутко выпешивает. Где ты катался в России? В великом городе Санкт-Петербурге. В этап Чехарта России по серфингу. И как это было? Смешно, весело и приятенько в конце. А почему ты не катался, там, в Сочи, например, или ты не ездишь по России? Меня нет в России, когда я ездил. Я не езжу на Камчатку, представь, реально, потому что... Йова Владик, потому что это далеко, и там очень холодно. Я бы с удовольствием прокатался в Сочи, но когда соревнование весело в Сочи, меня нет в России, и, типа, менять билеты лететь туда и возвращаться обратно, но это свыше моих возможностей. Насколько классно то, что у нас в России проходят соревнования, или это такая немножечко бессмысленная история, потому что они вряд ли помогут серфингу на международном уровне, а те, кто потенциально могут кататься на международном уровне, им нужно как бы путешествовать в других местах, и, в принципе, им не обязательно кататься в России. Вот как это соотнести? У меня есть большая проблема в том, что мы... Ну, во многом составляются команды просто по рейтингу российских соревнований, тогда как правильнее было бы брать международные соревнования. В первую очередь, не важно, какие это будет, UPS, UPS, создать для себя лично, да, ну, понять, какие там соревнования, да, и из этого состоять команда. Это был бы огромным шагом вперед, потому что это был бы стимул всем российским серферам, которые хотят попасть в команду и показывать Россию на международном уровне, соревноваться с другими людьми, видеть реальный свой уровень, тот, который мы считаем у нас есть, да, и понимать, что нам надо прогрессировать быстрее, прогрессировать сильнее, и тогда бы уже и российские, и русские люди, ну, которые просто себя засержены, понимали на каком уровне, но не ожидали чего-то там, вау. Хотелось бы иметь одну, типа, точку, чтобы собираешь все серферы, волны были, типа, рост, на которых можно показывать все, что ты умеешь, а не только, типа, небольшие повороты на волнах. Но это, опять же, только мое личное мнение. Как ты вообще считаешь, что Россия есть в будущем на международном уровне? Ммм, да. Ну, Россия, это страна такого менталитета, что, когда нам говорят, что это невозможно и так нельзя сделать, мы говорим, типа, да ладно вам, ребята, да щас, подожди. Подержи мое пиво. Единственное исключение это футболисты, я не знаю, почему у нас так с ними плохо все, да, но поскольку серфик это экзотический вид спорта, и он не, типа, постоянный, я думаю, что там сработает такой же менталитет, все будет классно и весело. Ну, вот смотри, если говорить про юношескую сборную, которой ты до сих пор, наверное, капитан, да, мне кажется, ты вообще лучше всех, наверное, здесь по-русски даже говоришь, то есть у вас там есть ребята, которые и живут в России, и даже не разговаривают. То есть как ты вот к этому относишься? То есть почему они выступают за Россию, и как, насколько это... Я скажу вам мою философию так. Я неимоверно счастлив, что эти люди могут показывать, типа, пока человек, ну, не так, просто, когда человек показывает хороший результат за Россию, да, я всегда рад. Но если он не имеет русского менталитета под собой, ну, не знает языка и каких-то исторически важных моментов, которые знает любой из русских, то мне немножечко, ну, как мне немножечко, мне много обидно, но для серфик, кажется, мне немножечко обидно, потому что, ну, когда ты не можешь представить менталитет своей страны на соревнованиях, но ты держишь его флаг, это как бы как... Ну, мне это кажется не очень логично. Мне кажется, что они выступают за Россию, потому что живут в других странах, за которые они не будут выступать, потому что там больше, более сильных спортсменов. Ну, возможно так. Просто, ну, мне... Я рад, что есть люди, которые катаются хорошо, и которые могут хорошо представить Россию, но мне обидно, что они не могут представить Россию не просто как страну, как наклейку в моей доске, например, да, а как полноценную державу с ее менталитетом, с ее собственным, типа, взглядом на мир и с ее лингвистическими особенностями. Насколько вероятно, что у нас люди нашего менталитета, именно русские, начнут пробиваться и кататься? Я надеюсь, что это будет. Я очень это... Я буду, типа, прикладывать все усилия к этому, прокладывать дороги в соревнованиях, чтобы русских, ну, воспринимали уже... Не просто как людей, которые еле стоят на шутборде, которые готовы показывать, которые готовы бороться, и которые, типа, будут выигрывать соревнования. И когда, типа, я достигну своих определенных целей в спорте, я буду уже там помогать другим, типа, подтаскивать их, там, создавать детские группы и так далее, потому что, все-таки, когда человек, который понимает, знает и вырос в России, да, который может, как ты... У кого было написано? Умом России не понять, что не в особенное стать, в России можно только верить. Вот, человек, который понимает эти строчки не мозгом, а душой, да, вот, когда такие люди будут выигрывать соревнования, мне будет очень приятно. На данный момент, как ты считаешь, что вот три лучших российских серфера, не считая тебя. Никита Петров, Григорий Филиппиней, Георгий, и... кто третий у них будет? И Сергей Михеев. И Сергей Михеев. А Сергей Михеев, он, мне кажется, сейчас не катается, да? Катается? А где он сейчас? На Шелонке и у себя дома в Краснодарском крае. Ну, просто, то, на каком он уровне был, когда он катался на Бали. Ну да, я помню. А он все еще турнир как бы достиг единицы. И там есть какие-то другие люди, но я, Галина, нашел блоги именно соревнователей. И поэтому для меня вот это троица Петров, Михеев и Филикиний. Насколько дорого вообще ездить по соревнованиям, выступать на международном уровне? Очень. Ну давай по цифрам чуть-чуть пробежимся. Ну, вы считаете, одни соревнования, перелет плюс билеты, плюс проживание, около двух тысяч долларов будет. Ну, типа из России в среднем. Да? Плюс еще нужен тренер. Плюс соревновательный взнос. Ну, в год тратится полторы тысячи на всякие соревновательные взносы. Это минимум. Вот. И получается... А сколько соревнований в год в среднем там ты летаешь? Ну, около восемьдесяти. Восемь-десять соревнований. Порядочно вообще. Ну, это мало еще считается. В девятнадцатом году было около двадцати. Ну, я имею в виду, если умножить каждый на перелеты... Ну, да. Ну, нет. Некоторые же там рядом происходят. Как бы в этом есть смысл выбрать соревнований, которые будут рядом, да, где-то. И там иногда появляются друзья какие-то, которые у тебя у себя, у них там можешь пожить и так далее. Ну, да, получается достаточно порядочно. Около, там, ну, до пятнадцати тысяч долларов в год уходит на все на это. Нормально вообще. Да. Но тебя родители у себя это оплачивают или ты сам как-то тоже зарабатываешь, спонсоры? Ага. Когда как. Больше, в частности, пока мне помогают родители, да, какие-то, какие я могу, финансовые возможности я покрываю, но периодически появляются спонсоры, которые там готовы помочь в перелете платить, платить проживание, да, то есть, как вот было с Францией, да, на соревнованиях, как было с Ипонии на соревнованиях, да, то есть, некоторые культовые соревнования, которые интересны некоторым большим компаниям, они готовы тебя поддержать и типа сказать, да, окей, мы тебе так поможем сделать. Время, когда ты достигнешь своих целей, Хорошо, ты упоминал про время, когда ты достигнешь своих целей, а какие у тебя цели? Ну, я хочу как минимум финал Олимпиады, не важно, будет ли это 20, 24 или 28 год, плюс квалификация в топ 32 серфера мира, Победа, типа, да, победа через Кьюэса и от трех до восьми типов чемпионов мира по ВСМ. Вообще, очень амбициозные планы. Ну, как говорится, умом России не понравится, что проще не изменит. Нельзя не признавать того факта, что сейчас все больше людей интересуется все равно, ну, там, не только в России, вообще во всем мире, и вот эта проблема локализма и слишком многолюдных спотов, то есть, как ты к этому относишься? Ну, я в самой каше всего этого, это вот на великом сужерение, потому что у меня нет нового домашнего спота, и это для меня это огромный плюс, потому что есть 50-70% людей, которые на домашнем споте катаются в 2-3 раза лучше, чем где-либо еще. У меня же нет домашнего спота, мне все равно, где кататься. Но просто есть проблема локализма, возникает как тогда, когда локалы не выполняют своих обязанностей, как локалы. А какие потом обязанности? То есть, когда ты перейдешь на Гавайи, локалы что делают? Смотрят, чтобы никто не умер, смотрят за тем, чтобы никто на Ланапе не нагрел, смотрят, чтобы к ним проявляли уважение, и смотрят за безопасностью. Это то, что обязан делать любой. Это какая-то очень идеалистическая картина, потому что... Ну, потому что, если ты на пайплайне выплываешь и ударишь кого-то софтом, он, скорее всего, умрет. Тебе просто не пусть это сделать, да? Если же какой-то неместный чувак будет нам всех тропать подряд, то ему дадут пиздею, грубо говоря, свои сложения. Если же, да, типа, там кто-то не будет опять же уррать местных, и с ним делать то же самое. Если же кто-то выплывает и просто, типа, мешается всем, то его попросит выйти. То есть, когда ты приезжаешь на Бали, все, что делают локалы... Это не дают тебе кататься? Ну, многие... Нет, не дают кататься. Они такие не уже знают, но многие, что они делают, реально просто мешают тебе кататься. То есть, ты можешь ехать, ничего не взять, они начнут тебя злиться и ругаться, да? И это не то, что должен делать локал. Поэтому все из-за того, как бы, что делают локалы... Вообще я, ну, во многом, я не люблю драки. Потому что самые неприятные травмы, связанные с телом человека, происходят именно в драках, а не в спорте. Поэтому я стараюсь как можно избегать драки, да, но иногда локалы, они настолько лезут, что без этого, ну, как бы, не обойтись и поставить их на место, это, ну, часть... Ты разу с локалами? К моему великому сожалению, да, был один раз. Ну-ка, расскажи, как это было, что у вас конфликт? Ну, я катался в кубке, ехал, и, типа, чувак меня три раза дропнул на луне, сказал, типа, ты что, офиг... Ну, типа, как бы, что за дела-то? Он, типа, занес, ну, доску, он хотел меня ударить, я такой, типа, ты что, ущербиться и попутал. Вот. Ну, типа, он, ну, заволновался в этот момент, такой подошел, дал мне, типа, почечину, за что... Уже на берегу. Ну, типа, мы стояли по колено в воде, за что получил в челюсти, такой, типа, начал что-то кричать, убежали другие локалы, но, поскольку они все, типа, меня знали, такие сказали, типа, ты что еще, успокойся уже, все. В обычной жизни ты часто дерешься? Нет, вообще нет. Ну, как бы, когда я был в школе, я дрался чуть ли не каждый день, типа, первые семь классов, типа, это было у меня основное развлечение в моей жизни. А зачем? Ну, типа, просто у нас в школе был старший класс и мы, ну, типа, вот два класса. И мы постоянно ходили играть в футбол, и, типа, постоянно в футбол перейдевал в какие-то, типа, ну, толкушки, в толкушке кто-то падал, кого-то обижал, кого-то оскорблял, и все это преврастало в драку. Типа, это было, там, раз в неделю почти что. Вот. Ну, и, типа, просто, ну, это то, как бы, как-то после дня выслушивания о том, какой-то, типа, дурака, что самый ужасный класс в мире, который я учил, да, выплескиваешь всю эту штуку. И это, типа, было неправильно, дети так не делайте. Вот. Ну, скорее, правильно сказать, учителя так не делайте. Да, ну, это было, как бы, это было веселое время для меня в том моем понимании и в том возрасте, это было весело и классно. Какие условия полезнее для прогресса? Хорошие или плохие? Ну, неважно. И вообще абсолютно. Если ты можешь кататься на плохих волнах, ты, скорее всего, сможешь кататься на хороших волнах, но если ты можешь кататься на хороших волнах, это значит, что ты не сможешь кататься на плохих волнах. Лучше всего это пикс из этого. Потому что, если ты сегодня катаешься на хороших волнах, да, то, ну, типа, и что? На плохих волнах? Ну, ладно. Ко всему привыкаешь. Это привыкание – это первая стадия деградации. Ну, то есть, если ты там привык постоянно, что ты стартуешь, что у тебя левая труба, и ты ее выезжаешь, или ты стартуешь, что у тебя первым трюком контакт, то все, у тебя начинается деградация только этой девочки. Если какая-то молодца, и тебе выйти из зоны комфорта – все, вот он прогресс. Не важно, если мне выйти из зоны комфорта – из-за того, что у тебя страшно, из-за того, что она неудобная, из-за того, что она вообще дурацкая какая-то. Но этот фактор, он играет основной прогресс. А ты много времени проводишь за просмотром видео, например? Я очень много анализирую видео свои, потом чужие, потом сравниваю, что я сделаю так, что, типа, надо, как профи это делают, типа, записываю все это. На самом деле за серфингом, просто за катанием кроется огромное количество времени, которое ты тупо изучаешь, серфинг изучаешь, доски, плавники, волны, строение дна, строение своего тела, строение того, причем у тебя колено болит и так далее. То есть все это приходится изучать, и изучать, и изучать. Все, скорее всего, не 40 часов в неделю, а гораздо больше работает. Ну, если ставить тебя в день тренировка от 6 до 10 часов, плюс ее разбор, часа два, то около 10 часов в день ты проводишь совсем с этим. Плюс-минус неделю в месяц ты проводишь что-то в таком жестком режиме, то есть 70 часов тренировок в неделю, и потом, но иногда бывает, там, типа, переходит до 140 часов за две недели. И это, типа, затяжка, но оно дает плоды, и это самый лучший прогноз. Каким образом ты отдыхаешь и восстанавливаешься? Да никак. Ну, типа, как бы, я сплю. Я 17, я не устаю. Ну, типа того, я сплю, делаю растяжку, хожу на массаж, когда это возможно. И, в принципе, как бы, вот, все. Но иногда, типа, если у меня все ничего не получается в серфинге, то могу пойти покататься на скитинге. Но серфинг – это такой вид спорта, что даже если ты, типа, вот в гимнастике у тебя работа – это работа. Ты, типа, ходишь и растягиваешь, типа, кто-то... А-а-а-а-а-а! Да? Вот. А в серфинге, типа, ты тренируешься, все, пусть тебе не нравится, как ты катаешься. Пусть это тяжело, но ты провожаешь время в океане, ты тренируешься в океане, и тебе все равно, типа, то, что тебе нравится. Ты даже можешь, типа, взять 20 минут покататься, и тебе станет это злополегче. Да? И... Вот это будет. Насколько часто тебе бывает страшно, и каким образом ты работаешь с этим? У меня был такой период в жизни, до 15 лет, что типа, у меня был страх перед волнами, да, но такой, приходил, уходил, приходил, уходил. Потом с 15 до 17 у меня был очень страх волн, просто типа, ну типа, вот когда я знал, что там будет большая волна, я прям такой, я катался аккуратно, никаких трюков на них не делал, просто сваливал от нее и так далее. А потом мне стукнуло 17, я съездил на месте на Гавайи, где каждая большая каталка, это такой стресс просто, что типа, я выходил, такой, типа, бля, спасибо, что я выжил сегодня. Потому что типа, я и с липа падал, и спиной доску ломал, и на меня падала волна, и я 10 волн поднырил, типа, подряд просто, которые там в 3-4 твоих роста, и течение под пик еще тебя тащит. Да, то есть, после этого я уже помню, типа, типа, пока волна достаточно, ну типа, пока волна полтора-два-три роста, то все еще, типа, окей. И можно делать и трюки, и повороты, и не просто не убегать. А как тебя тянет покататься на больших волнах или нет? Иногда, да, но это очень редко бывает. Типа, иногда прямо хочется, что ты просто стартуешь туда, хопа, и в огромной трубе летишь, и все. Но обычно такие каталки заканчиваются либо эйфорией от радости, либо жесткими падениями, сломанными досками. Но ты бы хотел попробовать тоуин, например? Да, но я через 5. Ну типа, я физически и морально к этому просто не готов. Там же самое главное, когда ты падаешь, это не сделать, а просто морально себя держать и спокойно быть готовым к этой ситуации. И я понял, что самый лучший способ понять, что ты боишься, это разобрать. К чему ты боишься, к чему это может привести, как этого избежать и что-то сделаешь, если что-то случится. Табличка из 4-х колоночек, да? Ну, по-моему, да, что-то такое. Много ли у тебя было травм? Да. Считай, подвертый голеностоп, коленочка растянутая. Здесь вот, булавником до кости, булавником до кости, и мне пришлось, ну не я зашивал, но мы с тренером не зашивали эту ногу, потому что никто не мог помочь в тот момент. И волны были огонь, поэтому мы, короче, зашивали, продевал, я затягивал все это, и мы так наложили 3 шва сюда, завели все суперклеем и пошли обратно кататься. Суперклеем? Да. Обычным из... Да, я не советую никому этого делать, но я так сделал. Вот, потом вот это обриф, огромный трешцов коцак обриф, небольшой порез на руке обриф, раз, два, три, четыре шамы на голове из-за рифа, два треснутых ребра и смещение позвоночника, растянутая коленка, выручка, говорит, на стоп. Вот. Ну, примерно так. Ну, у тебя вообще какое отношение к травмам? Ну, типа, есть и есть. Ну, типа, вообще насрать. Если, типа, это поможет мне двигаться вперед и поможет мне стать лучше, то окей. И я считаю, что, типа, травмы – это неотъемная часть спорта, и, типа, радоваться или стыриться их, этому нет смысла, они просто есть и есть. Все. Три совета от Никиты Авдеева. Короче, если вы знаете, что вы катаетесь плохо, то вам не надо лезть на гребанную лувату, вам не надо лезть на гребанный падан, когда там качают. Вы должны постепенно улучшать свои споты. Потому что, ну, типа, у меня недавно была ситуация, как раз со стекла, когда мы катались, и люди просто не могли выйти, там были большие волны, им было страшно, они не могли попасть в пещеру на лувату, чтобы выйти. И, типа, ну, это полный провал, потому что это, скорее всего, закончится чьим-то трупиком, и не факт, что твоим. Да, но ты же понимаешь, что здесь большая проблема в том, что люди лезут на такие споты именно потому, что они не понимают, что они недостаточно хорошо катаются или катаются плохо. Ну, это уже вопрос к самому человеку, может ли он себя адекватно, как бы, рассунить или нет. Ну, вот каким образом адекватно себя человеку оценивать? То есть, давай, если ты даешь такой совет, это очень правильный, очень хороший совет, но нужно тогда дать, ну, грубо говоря, по шагу в инструкцию, как человеку определить. То есть, короче, если ты не можешь пронаривать волну дагдайвом, которые будут в два роста, то ты не идешь кататься на луты, которые больше, чем по плечу. Это первое. Во-вторых, если ты не можешь делать резкий старт, то есть, когда, типа, у тебя падение вот так вот, то ты тоже не идешь туда кататься. И третье. Если ты не умеешь достаточно контролировать доску, чтобы объезжать людей на волне, то есть, если ты видишь человека, и тебя этот гоняет в ступы, то ты точно не идешь туда кататься. Во всем остальном, ну, там уже вы смотрите по своему состоянию самочувствию, желательно идти с кем-то, кто катается лучше вас, чтобы он еще вас спас. Да, и обязательно это перед тем, как зайти в воду, посмотреть, где находится канал, где риф и так далее. И закрывайте голову, когда падаете, если не падаете, потому что шага на голове не очень приятная вещь. Вот. Но ни в коем случае не используйте этот совет для того, чтобы бояться не идти кататься на какие-то волны и не прогрессировать себя. Всегда надо себя все-таки постепенно, но выгоняйте зону комфорта. Вот так вот. У нас не будет никаких конкурсов, не будет никаких розыгрышей, призов, не просто... А я ничего с собой не принес просто. Вот отлично. Я хочу сказать тебе большое спасибо за интервью. Вам спасибо, приятно было поработать. Удачи на соревнованиях. Вот. И чтобы все было классно. Спасибо большое. Буду стараться и больше, как за дуна. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.